Ровно в 10.00 в учебной аудитории Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района начинаются занятия со слушателями института третьего возраста. Всё как на обычных лекциях. Перед обучающимися педагог, который с помощью мультимедиа объясняет очередную тему. Но есть одно «но». Рядом с ним лектор-волонтёр, который переводит всё сказанное наставником на язык жестов. Именно таким образом в учреждении проходит обучение компьютерной грамотности те, кто имеет проблемы со слухом. Не так давно в нашем центре стартовал пилотный проект. Мы оказываем сегодня услугу, обучаем работе в сети интернет людей пожилого возраста, которых сегодня есть особенности, не являются инвалидами по слуху. Этот проект стал возможен благодаря тому, что с 2016 года в нашем Территориальном центре реализуется такая услуга, как услуга переводчика жестового языка, потому что у нас сегодня работает отделение сопровождаемого проживания. 21 век. Люди смотрят на свою жизнь под другим углом. Появилось большое количество возможностей реализовать себя, в том числе используя новые технологии. Для людей, имеющих проблемы со слухом, это стало серьёзной почвой для того, чтобы активнее включиться в жизнь обычных здоровых людей. Через интернет в несколько кликов они могут рассчитаться за коммунальные платежи, пообщаться с друзьями, присмотреть новый гардероб. Мы хотим изучить не только компьютер, но и использовать все существующие в нём ресурсы. Люди с удовольствием посещают компьютерные курсы, потому что это очень нужно для нас и для каждого. Несмотря на то, что группа проходит обучение относительно недавно, первые успехи уже очевидны, отмечают наставники. Общение, соцсети, почта, скайп, алиэкспресс, магазины, заказ билетов по интернету, ЖД на автотранспорт. Мне с ними интересно, одним словом. И надеюсь, что им со мной также интересно. Всего на постоянном обслуживании в территориальном центре Ленинского района находится 85 граждан, имеющих проблемы со слухом, большая часть из которых – люди пожилого возраста. Для них курсы компьютерной грамотности стали очередной ступенькой на пути формирования безбарьерной среды. Среды, в которой они будут чувствовать себя такими же востребованными, как и здоровые люди.